Привет, друзья! У нас новости, мы хотим вам дать новый формат. Новостная лента переполнена историями с театра военных действий, политикой и так далее. Давайте отличемся немножко. И мы вот в этих новостях хотим, как говорится, разбавить, хотим вас немножко повеселить. Поэтому заваривайте чаек, кофеек, наливайте те напитки, которые вы любите. И не забудьте отреагировать, нам интересно, понравилось вам или нет. Ну и первая новость в сегодняшнем выпуске. ЗАГС Собрания Петербурга рассматривает возможность ограничения количества котов и кошек, проживающих в одной квартире. Власти Санкт-Петербурга хотят решить проблемы, возникшие при содержании сразу нескольких десятков кошачьих в одном пространстве. Поэтому планируют реализовать эту идею в городе. Одиноким женщинам 40+, самое время переезжать из Питера. Ну что, друзья, я к мужскому населению обращаюсь теперь. Ваша бывшая не сможет коротать свою старость в окружении огромного количества лохматых друзей и подруг. А если серьезно, решение здравое. Потому что домашним животным требуются достойные условия содержания. Да и соседям они мешать не должны. В сентябре у женщины было 65 кошек. Сегодня их 40. Но особой разницы не чувствуется. С 1 января российский магазин приложений RU Store станет обязательным для предустановки на продаваемые в РФ устройства. Слушайте, нельзя поставить на Apple? Не, в другой магазин? Они же не сами нельзя поставить на... Они же RU Store продавили в Европу. В целом есть Европейский Союз и Россия. Нет, подожди. Сами Россия не смогут. Они скажут, либо мы у вас не берем ваши телефоны, либо мы давайте устанавливайте, чтобы не сюда шли уже с предустановки. Они не водят сюда ничего. Это больше касается... Ну, давайте не будем конкретизировать на Apple. У меня сейчас такая идея появилась, что... Ну, мы вот это вот здесь закадровый пиздёшь, вот эту дискуссию с самой. Это тоже можно будет идти по ватку. Ну, давайте не будем, и всё. Можно, можно, кстати, да прикольно будет. Не, ну, вообще, я считаю, что правильно. Нет, я тоже считаю, что правильно, потому что монополия на, блядь, плеймаркет. Да, вы понимаете, не может даже... Европейский Союз продавить установку других разрешений. Не, но всё равно, хотя бы... Не могут продавить такие гиганты, как... Кто этот, Игорь создавал? Как называется? Epic Games. Epic Games. Ну, хорошо, инициатива нормальная, потому что это как политический рычаг, серьёзно работает, а мы тут пытаемся суверенитет какой-то продавить наш. Друзья, а вы как думаете, поддержите кого-то из наших, из моих собеседников? А если поддержите, мы кого-нибудь покажем вас. Если не поддержите, всё равно кого-нибудь покажем со временем. Ладно. Поддержите нас, номер 4 в пивотене. И будем качественно обслуживать жилые дома. Так, хорошо. Дальше. Следующая новость, друзья. Трансгендер... Транс... Трансформеры... Я не понимаю даже, что это такое. Понимаете? Мне даже язык не поворачивает. Трансгендер выиграл мисс красоты. В Америке, как вы понимаете, всё стабильно и толерантно, самое главное. Вьетнамское 19-летнее чудо с именем Брайн Нгуэн выиграл городской конкурс красоты и стал первым трансом с титулом мисс большой дэри. Чего за дичь? 2023 в 2022 году. Ловите красоту. Ну и смотрите, да. Если Брайн сейчас выиграет мисс штата, то сможет участвовать в мисс Америка. Да, пускай, конечно, он выиграет мисс Америка. Я так думаю, что всем будет хорошо и нам, самое главное, будет хорошо. Пусть он покажет, покажет всему миру, какую бездну красоты свалили Соединённые Штаты. Ну, там уже вы добавьте, конечно, от себя, что считаете нужным в комментариях. Не забывайте активничать, если вам это интересно и важно. Ну, куда идём? Мы-то понятно, куда идём, а куда они идут – это стоп. Толерантность – это их дело. В Питере полуголый мужик застрял в канализационной трубе. Всё произошло на парковке аэропорта Пулково. Прямо в аэропорте Пулково это произошло. Как он попал в трубу? Через колодец. Зачем, правда, неизвестно. Итак, имя этого, собственно, исследователя – Энди Дюфрейн. Так вот, он прополз 12 метров, а потом стал звать на помощь, само собой. Спасателям пришлось вскрывать асфальт, рыть яму и пилить трубу. Причина в чём? Соль, друзья. Обычная соль, которая до добра ещё никого не доводила. Никакое не лекарство, а просто соль. Ну и луночки соль не знают. Хватит посыпать асфальт в Питере солью. У нас уже достаточно ПВО. Причём с ПВО? Смотри. Чё, блин? Нихуя, малышечка, просто бомба. Кажется, я знаю, как он оказался в этой трубе. На самом деле, он вызвал такси, как нормальный человек, но по определённым причинам таксист его не смог забрать. И он, естественно, не уехал. Не бери трубку. Не бери трубку. Блядь. Ух ты. Нихуя, давай, ниндзя. Чё за день такой, а? Вообще пятница не удалась. На голландском телевидении обсуждали недавние выходки эко-активистов, которые обливали картины и всюду приклеивали себя. На передачу они пригласили одного из борцов за экологию. И тот решил приклеить себя к столу. Участники шоу не растерялись. И просто вынесли столешницу с мужчины. Скинули его, поставили стол на место. После чего продолжили обсуждать уже без эко-активиста. Ну, красавцы, так и надо. Наверняка, друзья, вам уже не раз попадались на глаза сюжеты с этими самыми эко-активистами. По большому счёту, это не сюжеты, а выходки, запечатлённые на камеру. Just Stop Oil. Они требуют остановить добычу ископаемых ресурсов в мире, потому что это ужас ухудшает экологию планеты. Чё к чему, не пойму. Я подозреваю, мы подозреваем, что за идея у них на самом деле. Это обычная история. Они просто хотят, чтобы их отодрали. Следующая новость. День рук. Для тех, кто занимается спортом, всё должно быть понятно. В Подмосковье заметили мужичка, который устроил силовую тренировку, стоя на блоке конденционера на четвёртом этаже. После нескольких упражнений ткачок прекратил. Ткачок у тебя появился. Не ткачок, а ткачок. После нескольких повторений наш спортсмен закончил подход и сбросил гриф вниз. Гриф от штанги полноценный, мог и пришибить кого-нибудь. Ушёл, образно говоря, из своего импровизированного спортзала. Друзья, занятия спортом, это, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Тренировать мышцы рук, ног, пресса, живота, спины, конечно же, надо. В здоровом теле, как вы знаете, здоровый дух. Но не забывайте, что мозги тоже нуждаются в ежедневной тренировке. Занимайтесь чтением. Читайте технику безопасности. В этой жизни надо развиваться и учиться. Ёбаный рот, блядь. Надо быть умным, блядь. Девушку задержали в аэропорту с прахом умершего возлюбленного, которого она перевозила в анальной пробке у себя в жопе. Служба безопасности Арабских Эмиратов решила, что баба перевозит наркотики в анальной пробке. Но она объяснила, что её анус это любимое место ныне покойного парня. И поэтому она хранит его прах именно там. А если любовь, то только такая. Но они так не считают. Они так не считают. У них своя история жизни. Продолжение анальной пробки. В таком вот варианте. В Осло проживает 53-летний аналитик, который всегда мечтал родиться, внимание, парализованной женщиной. И поэтому сейчас вполне здоровый, обеспеченный мужик катается в инвалидном кресле и называет себя трансинвалидом. Но, друзья мои, это, конечно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело, говорят в народе. Простите, я понимаю, если бы чуваку было 23 года. И то, кстати говоря, очень тяжело это к пониманию. А тут 53 года. И, предположим, он в сознательном состоянии находится как минимум 30 лет, условно. И вот за эти 30 лет полноценного восприятия жизни, что с ним происходило, что он пришел к такому результату достаточно... Анализировал. А, он анализировал. Ну, это к вопросу банальной пробки. Да, анализировался, чувак. Так, говорят, концовку надо рисовать. Ну, как вам такой формат, друзья? Практически ламповый формат. Ну, хочется сказать, мы старались для вас. Да нифига мы не старались. Мы просто сделали на ходу с коленки. Посидели на ходу вот эти новости поиска. Нет, вообще нихуя не так было. А, что, старались, да? Я не старался. Я не старался. Короче говоря, они не старались. Я стараюсь. Тьфу, блядь. Они не старались. Все, блядь, туши на. Камеру вырубай на. А, щет. Субтитры сделал DimaTorzok